МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Соус Абану, господа. Абану пишется с большой буквы, это имя собственное. Но этот Абану его не придумал. В честь этого Абану его назвали. Но неважно, соус Абану. Очень забавный вариант, потому что, по сути, это такой очень сложный майонез. Но в отличие от стандартного соуса майонез, этот соус готовится на вареных желтках. То есть яйца здесь не сырые. И в этом смысле соус такой более безопасный, потому что есть люди, которые не любят и боятся есть продукты, где использованы сырые яйца. Вот такая интересная штука сегодня нас ждет. Поэтому я сейчас начну с того, что сварю яйца. Яйца. Значит, я возьму три яйца, потому что мне нужен объем. Соусом нужно будет три желтка. Заливаю холодной водой. И можно забыть об этом на весьма стандартное время. А именно после закипания должно пройти не меньше десяти минут, чтобы яйца сварились. Хотя, замечу вам, что долго слишком яйца варить не надо. Потому что замечено, что из-за того, что в яйцах есть железо, ну, соль и железо в желтках, то когда варишь яйца очень долго, на границе белка и желтка возникает такая зеленая окраска у желтка. Она неприятная, она портит цвет. Поэтому лучше варить 10-11 минут, но не 20. Знаете, как бывает, кто-то забудет про свои яйца, а потом их переварит. Я таким образом могу отдохнуть, поскольку мне нужно сварить яйца. Я не буду вас отвлекать работой параллельной, поскольку лучше я подожду, пока сварятся яйца, а потом начну работать с ними дальше. Так что ждем не менее 15 минут, потому что вода должна еще закипеть. Прошло где-то 15 минут, вот яйца спокойно кипят. Они готовы, несомненно. Я сейчас быстренько их должен охладить, естественно. Ну, там есть такой приемчик, такой вот приемчик есть по работе с яйцами, и охлаждаются быстрее. И лучше чистятся, когда они в миску. Я могу даже вот на доску их сначала. Они горячие еще. Вот я их так могу вот так вот оббить все. Тогда они будут лучше чиститься. Вот я их оббил, трещинами пошли, и заливаю холодной водой. Это, конечно, может быть и проточная вода, и холодная вода. Тогда они быстрее остывают, и через трещинки скорлупа приподнимается, и получается, что они прекрасно очищаются. Пусть они пока, собственно, себе остывают, потому что мне уместно заняться сейчас другим делом. Например, я сейчас сделаю такую уксусную заправку для этого соуса. В классике называется гастрик. Ну, от слова гастрит. Гастрик, потому что кисло. Гастрит же вызывается, понятное дело, что часто желудочным соком кислотой. Я сейчас сделаю такой гастрик. Смотрите, это уксус. Самый обычный уксус может быть. Я его налью в сотейник. И я его сделаю ароматным, потому что гастрик, я зачем в кастрюлю его класть, если так можно налить? Значит, здесь что-то должно происходить в этом сотейнике. Нагрев. И я в него сейчас добавлю всякие вкусности. Травки я добавлю в гастрик. Немного лаврушки. Это черный перец горошком. Вот так вот. Я добавлю сюда немного сахара, чтобы смягчить вкус. Здесь будет происходить выпаривание. И я добавлю сюда вот стебельки петрушки. И обязательно веточку эстрагона. Вот так мы это все... Эстрагон может быть сухой, но у меня сейчас есть свежий, поэтому лучше свежий. Вот сейчас я этот гастрик вот так вот поварю. Будет очень ароматный соус. Могу дать каплю воды, потому что мне все равно сейчас испарение пойдет. Тем более, что я взял девятипроцентный уксус, а в идеале он должен быть шестипроцентным. Поэтому немножко вода. И вот сейчас аккуратно, не отходя, потому что он может очень быстро выпариться. Вот пошел уже аромат эстрагона. Я оставлю маленький кувшинчик здесь, чтобы вернуть в него уже ароматизированный уксус. И вот маленький... Сейчас я возьму сито, маленькую мисочку, чтобы попасть с уваренным уксусом. Это уже будет совсем другой уксус. Ароматный и вкусный. И вот он сам по себе, его трудно ощутить. Понимаете, вкусовые рецепторы, если я сейчас буду пробовать этот уксус, они ничего не поймут, поскольку у меня прежде всего будет кислота во рту. Но когда этот кислый уксус, ароматный, распределится уже в соусе, вот тогда мы почувствуем эти ароматы уже непосредственно в соусе Аббану. Вот идет кипение. Все, процежу. Вот этот ароматный уксус. Все до последнего. Вот это уже можно назвать гастрик. И я могу даже вернуть его вот так вот в кувшинчик. Вот уже совсем это абсолютно уже другое дело. Так на самом деле можно ароматизировать быстрым способом уксусы, чтобы использовать их в салатные заправки. Тогда вот такая варка с разными травками, с разными комбинациями дает разный эффект. И вот можно иметь целую коллекцию таких уксусов для того, чтобы придавать разные вкусы салатам за счет интегрирования этих уксусов в салатные заправки. Здесь фантазия абсолютно бесконечна, кстати говоря. Это была важная процедура. Теперь я все-таки уже возвращаюсь к яйцам. Они остыли. Вот сейчас я их почищу. Они должны хорошо чиститься, потому что скорлупа приподнялась от воды. Я сейчас делаю не какие-нибудь там фаршированные яйца, где они должны быть идеально гладкие. Поэтому я сейчас не печалюсь по этому поводу, хотя должны были бы чиститься лучше. Яйца. И сейчас я буду добираться до желтков. Они, это главная цель моя сейчас, на данном этапе. Но белки я, конечно же, не выброшу. Есть. Ну вот яйца всегда можно даже сполоснуть немного, чтобы они, не дай бог, там мелчайших частиц скорлупы не было. Значит, и вот я добираюсь до желтков. Вот желтки. Сейчас я их открываю. А белки пока оставлю. Ну вот они, прекрасные желтки. Вот так. Ну и теперь моя задача делать эмульсию. Делать уже майонез, собственно, но только на вареных желтках. Потому что классический майонез, как вы знаете, делают на желтках сырых. Вот я сейчас их измельчил вилкой. И в отличие от стандартного соуса майонез, сюда добавляется сухая горчица, а не горчица из банки. Порошок сухой горчицы. Здесь важно не переборщить, потому что она может дать очень сильный эффект, понятное дело. И сейчас я уже начну пытаться делать эмульсию. Мне нужен венчик. И мне нужно оливковое масло. Я сейчас потихонечку вот так вот буду лить масло. И вот так вот растирать желтки с маслом и горчицей. Хорошо, когда этот соус делают вдвоем, но можно справиться и одному. Постепенное вливание масла. И вот такое вот растирание. То есть масло вмешивается сюда хорошо. И вот я пошел продолжать процесс. Вот у меня получается весьма похожая штука на майонез. И еще масло. Сравнительно много масла такие желтки тоже могут взять, потому что они являются эмульгатором естественным. И желтки и горчица. То есть они способствуют удержанию эмульсии типа масла в воде. Это вот такая эмульсия. Вот видите, получается однородный соус густой. Он не будет отслаиваться. Очень важно, кстати, друзья, запомнить, что когда мы делаем эмульсии вот такого типа, эмульсионные соусы, очень важно, чтобы ингредиенты, которые добавляются в эту эмульсию, имели одинаковую температуру. Это связано с возможностью образовываться этой самой эмульсии. Тогда она образовывается так, что она остается стабильной. Поэтому уместно как-то подержать при комнатной температуре все ингредиенты, чтобы они приобрели одинаковую температуру. Ну вот у меня примерная консистенция соуса. Еще немного масла. Маслом соус не испортишь, но опять же до бесконечности масла лить нельзя, потому что в итоге желтки и горчица потеряют способность удерживать это самое масло. Ну, можно сейчас дать немного соли. Немного соли, а сахара у нас, помните, в уксус я добавлял немного, поэтому по сахару нам будет хорошо в гастрике есть сахар. Теперь эта самая эмульсия может постоять какое-то время, пока я буду работать с другими ингредиентами. Здесь важно мне сейчас взять немного шалота. Ну, это универсальный такой профессиональный лук, я его называю, потому что все профессионалы предпочитают работать с шалотом, а не с репчатым луком. Ну, в большинстве случаев, не всегда, конечно. Поэтому такой лук, конечно, предпочтительно, поскольку он более спокойный, более благородный, но, к сожалению, более дорогой. Значит, я его сейчас почищу с водой, просто он чистится лучше. Легкий такой у него есть синевато-фиолетовый оттенок. Это особенности большинства сортов, я считаю, шалота, хотя есть и белые шалоты, но он никак не мешает никому. Вот шалот. И сейчас я меленько нарежу немного шалота. Вообще шалот, я вот не знаю, мне трудно назвать какие-либо соусы на самом деле, что холодные, что горячие, в которых шалот в таком виде, в котором я его сейчас приготовлю, может помешать. Хуже никогда соус не будет. Вот сейчас я шалот взял, у меня есть, сейчас я доработаю кипяток, я его ошпарю, ну, говоря нормальным языком, бланширую, для того, чтобы он стал мягче. И вот я его добавлю тоже в соус. Вот это будет очень хороший элемент для соуса. Поэтому я возьму еще одно сито. Возьму даже вот такое меньшее сито. Шалот помещу на сито. Вот так аккуратненько. И ошпарю его кипятком. Это и есть бланширование, то есть кратковременное воздействие кипятка на продукт. Бланширование можно производить в кастрюле, доводя ее до кипения, там содержимое бросать. Но у меня очень мало шалота сейчас, и мне незачем кипятить воду, бросать туда шалот, быстро отсаживать. Я просто пролью его кипятком. Для такого количества шалотов вполне нормальная будет история. И ресурса кипятка хватит для того, чтобы его бланшировать. Вот это непосредственно бланширование. Лук бланширован. Пахнет шалотом сейчас, значит он бланшируется. И даже для того, чтобы прекратить процесс тепловой обработки, чтобы он не переготовился, поскольку лук еще продолжает сейчас готовиться на этом сите, он очень горячий, я его нейтрализую, так сказать, холодной водой. Таким образом я останавливаю процесс готовности. И лук будет, знаете, такой не мягкий, он будет такими приятными частицами похрустывать в самом соусе. Это будет очень и очень неплохо. Вот я убрал лишнюю воду, и теперь, посмотрите, шалот идет в базу. То есть в эту самую эмульсию. Вот это есть. Я перемешаю. Пусть он сейчас вкус свой отдает. Дальше будет корнишон. Корнишоны добавляются в это. Ну, правда, неплохо. Согласитесь, что корнишоны в холодном соусе всегда очень и очень неплохо. Я сейчас вот так их аккуратно, меленько нарежу. Чистить их не надо, они маленькие, кожица у них тонкая. И буду мельчить настолько, насколько у меня получится. То есть мелко-мелко корнишоны. Но на терке тереть не надо. Это неприлично, так сказать, с точки зрения профессиональной. Лучше нарезать руками. Потому что натертые продукты, они часто превращают соус в подобие каши. А нарезанный продукт не загущает, что ли, соус. А вот натертые как бы делают структуры гуще. Это не всегда нужно. Мне хочется, чтобы человек ощущал вот частицы в этом соусе, чтобы он сам их, так сказать, немножко напрягался, чтобы их раскусить. Это всегда приятно во рту. Поэтому и шалот, да, маленькими частицами. И, соответственно, корнишоны. Даже когда готовишь много соуса, оба, но все равно надо набраться терпения и нарезать корнишоны мелким кубиком. Ну и в конце можно их немного еще рубануть. Вот так вот в разных направлениях. Есть. Корнишоны отправляются в базу. Есть корнишон. Теперь еще один подобный продукт, который мне очень важен, это каперсы. Ну, между прочим, каперсы и корнишоны часто существуют вместе. Ну, например, в соусе тартар, да. Но сейчас соус абано, потому что он готовится на вареных желтках. Это очень важная штука для тех, кто не признает сырые яйца. Да и вообще он немного другой, этот соус. И вполне нормально существует параллельно с классическим майонезом. И теперь я отправляю каперсы. Ну, что еще остается? Остается немного петрушки. Эта петрушка уже мытая. Немного петрушки. Эстрагон я не даю его вкуса достаточно того, что есть в уксусе, потому что я могу переборщить с эстрагоном, если добавлю еще и непосредственно его сюда. Я сейчас могу вилкой вот так вот соус взбодрить. И можно попробовать, посмотреть, как там у нас с балансом. Мне волнует соль сейчас. к соли, может быть, еще добавлено. Очень приятная горчинка есть от сухой горчицы, потому что вообще сухая горчица, она весьма жесткий продукт, потому что она горькая. Когда делают горчицу в банке уже, как густой соус, тогда ее запаривают кипятком, между прочим, и добавляют смягчающие компоненты, как то растительное масло часто и уксус. Они нейтрализуют горечь. А здесь горчица пока еще имеет горечь, потому что уксуса нет. Но горчинка все равно останется. И вот в этом, так сказать, вот соль, в хорошем смысле этого соуса, что там есть такая легкая горчинка, интересная именно от горчицы. Теперь добавляется продукт, который уже разукрасит этот соус, немного томата. Это дополнительно кислинка и вместе с тем цвет. Томат, самый обычный томат. Я добавляю его не так много. Сейчас он равномерно здесь распределится. Я возьму венчик теперь снова. Вот возникает уже такой красноватый цвет у соуса Абано. Густой такой вот соус Абано. Черный перец. Щепоточка черного перца. У нас есть горошек в гастрике, но все равно порошок черного перца. Здесь очень хорошо сработает. И теперь, как завершение процесса, я дам немного вот этого самого уксуса. Сейчас я буду вливать его постепенно, чтобы пробовать, как он воздействует на общий вкус. Буду лить его не торопясь. Соус может даже немного посветлеть от уксуса. Вот такое идет дальнейшее сбережение, сохранение эмульсии. И сейчас я его еще немного. Вот заработала кислота. Мне хочется больше кислоты, а когда льешь больше кислоты, всегда балансирую ее с сахаром. Поэтому чуть-чуть сахара для баланса вкуса. Вот так вот. И теперь я могу взять белок. Помните, я его оставлял, потому что я не буду им пренебрегать. Я беру белок. Я сейчас вытру только лезвие ножа. и сейчас я вот такие ровные кусочки, вот такие кружочки оставлю в сторонке, а вот такие неровности с дыркой я мелко нарублю. Это такой тип соуса, между прочим, друзья, который густой. То есть это такая добавка к еде. Мы всегда считаем, что соусы это некая жидкость, которая так или иначе течет. Ну, не всегда так. Есть вот такие вот густые соусы типа тартаров, да. Это вот такой тип соуса. И теперь я белочек вот так нарубленный бросаю в сам соус. Он распределится. Вот сам соус. И теперь я его перекладываю в соусник. Это соусник. Именно перекладываю, потому что он действительно густой. А вот теперь ровненькие края я оставлял для того, чтобы нарезать тонкой соломкой. И вот так вот поверх соуса мы даем понять, что это такой как бы сложный безопасный майонез. Поэтому повторю, что многие люди боятся, скажем, собственный майонез делать из-за того, что приходится использовать сырые желтки. Понятное дело, что все фабричные майонезы работают на сухих яйцах, да, на яичном порошке. Поэтому там нет сырого, ничего. Они безопасны. И скажу вам, друзья, что это разумная история, потому что в ряде стран, например, в ресторанах законом запрещено делать собственный майонез, потому что есть опасность сальмонеллеза. Поэтому вот такой соус Абано, как вид майонеза, где используются не сырые яйца, он абсолютно безопасен, интернационален и универсален. Он может употребляться с любой едой. Хотите, это может быть холодный мясной ассорти, сваренный холодный язык, буженина, это может быть сваренное холодное куриное филе. Этим соусом можно заправлять другие салаты такого тяжелого картофельного типа. Это может быть и рыба, скажем, холодная рыба, вареная рыба, да, как элемент закуски. В общем, весьма универсальный соус. И скажу вам, что этот соус известен, он является, так сказать, объектом частого использования в кулинарии, вошел в классические кулинарные книги, вошел даже в билетристику, в обычную литературу, потому что это яркий образец высшего кулинарного пилотажа. А я, друзья, желаю вам высоких кулинарных полетов на собственных кухнях. Субтитры создавал DimaTorzok